Комбинаторика. У нас сегодня очень легкие задачи по комбинаторике. 754-я. В киоске продаются 5 видов конвертов и 4 вида марок. Сколькими способами можно купить конверт и марок? Пожалуйста. Надо 5 умножить на 4. Надо 5 умножить на 4. То есть, если берем конверт, то каждому из них подбираем по 4. Конечно. Ответ 20. Правила умножения. Спасибо. 755-я. В футбольной команде 11 человек вышли на поле. Нужно из них выбрать капитана и его заместителя. Сколькими способами это можно сделать? Пожалуйста. Нужно 10 или нужно 10. Пожалуйста, выходите. Пишите. Почему? Потому что есть 11 человек. Выбираем капитана. Остается еще 10 человек. И из них надо выбрать заместителя. Спасибо. Все правильно. Ответ 110. Следующая. Крыса бежит по лабиринту, который устроен в следующем области. Сначала она должна выбрать одну из двух дверей. Затем одну из трех дверей. И за каждой из этих трех дверей ее ожидают четыре двери. Пройдя какую-то дверь, крыса уже не может вернуться в нее обратно. Сколько существует способов движения у этой крысы? Пожалуйста. Два умножить на три умножить на четыре. Замечательно. И сколько будет? Это получается 24. 24, конечно. Это 24 точки. Совершенно верно. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную букву из слова «конверт». Нам нужно выбрать две буквы. Одна гласная и одна согласная. Сколько всего способов? Пожалуйста. У нас две гласные, значит, надо два умножить и еще пять согласных. То есть, два умножить на пять. Я уже не хотела представить. Два умножить на пять. Отлично. Два умножить на пять. Две гласные О и Е. Каждая из них с одной из пяти согласных. Следующая. Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белую и черную ладьи, чтобы они не били одна другую? Сколькими способами? 64 умножить на два. 64 умножить на два. Неверно. Ответ неверен. Мы ставим две ладьи. Одна ладья белая, другая черная. Да? 64 умножить на 49. Мы первую ладью, мы можем поставить на любую из восьми горизонталей и любую из восьми вертикалей. На любую из 64 клеток. А вторую ладью мы можем поставить только на любую из семи оставшихся горизонталей и любую из семи оставшихся вертикалей. Спасибо. Можно еще это было так объяснить? Для первой ладьи 64 клеток. А вот для второй ладьи, смотрите, любая из 64 клеток, кроме той, где стоит только что поставленная ладья, кроме тех клеток, которые стоят над ней и под ней, и кроме тех клеток, которые стоят слева и справа от нее. Понимаете, одна ладья бьет такой крест из 15 клеток. Согласны? Соответственно, 64 минус 15 это 49. Хотя, конечно, то, как нам объяснили, тоже правильно. Мы для белой ладьи выбираем ее вертикаль, ее горизонталь. Вертикаль одна из восьми, горизонталь одна из восьми. Потом для черной выбираем любую невыбранную вертикаль и любую невыбранную горизонталь. Так что так тоже можно было решать задачу. 759. Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белого и черного короля так, чтобы получилась позиция, допустимая правилами игры. Ну, вы знаете, что в шахматах короли не могут слишком близко подходить друг к другу. То есть нельзя, чтобы во время игры король мог ударить другого короля. Пожалуйста. Тут зависит от того, как стоит король. Король, если стоит в углу, то нельзя ставить в три клетки. А если он стоит, например, в суть, то нельзя ставить в четыре клетки. Неправда, не в четыре. Не ладно. Восемь. Давайте посмотрим. Если ставить в углу, то, вот король здесь, то действительно запрещены четыре клетки, то есть это еще три. Если стоит в центре, то запрещены на самом деле девять клеток. То есть восемь клеток рядом и еще одна в центре. И там еще есть случай. Может, сообразите, какой? Конечно, стоит у стенки. Давайте нарисуем. На границе, но не в углу. Вот представьте себе, король стоит здесь, и тогда пробито шесть по линию. Это еще пять. Отлично. Нет, только ответ. Получается, сначала короля мы ставим 64 способами. Потом, в первом случае, мы можем поставить 51. 64 минус 3. Нет, не решили задачу. Нет, не решили. Соценившись. Кто напишет форму отвечения? Правильно. Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белого и черного короля, чтобы получилась допустимая правилами игры позиция. Пожалуйста. Продолжение следует... Сначала рассмотрим четыре случая, когда король стоит в углах доски. Это будет 4, и, соответственно, в скольких этих клетках может стоять другой король. Мы должны умножить на это количество. 64 минус 4 на 4. 4 на 4. Потому что четыре клетки, на которых не может стоять другой король, четыре разные. Вы запутались тоже. Давайте мы смотрим и напишем данную крайнюю. Итак, ставим в одну из четырех угловых клеток. Дальше. Дальше. В таком случае второго короля можно поставить на любую из 60 клеток. Отлично. Конечно. На любую из 60. Далее. Первого короля можно также поставить на любую из клеток куб стенки. Их 6 и 4. Кроме угловых. Их 6 на 4. 24. Правильно. В таком случае... В таком случае второго короля можно поставить на любую из оставшихся 50 восьми клеток. Молодец. Пишем. Множить на 50. И, наконец, если ставим... Если ставим на одну из клеток, не на крайнюю доски, а таких клеток 36, то у нас остается еще 55 возможных клеток. 64 минус 9. Да. 55. Да, да. Хорошо. Все, спасибо. Ну, дальше уже посчитать кубикам это легко. Не будем это делать. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание на следующее. На границе не так уж и мало клеток. Между прочим, когда я в свое время читал книжку биологии, то, обратите внимание, оказывается, сколько весит кожа. Вот, советую просто узнать. Казалось бы, вот кожа ничего не весит, да? А оказывается, что за счет большой площади очень даже немало. У любого живого существа весит именно кожный покров, который кажется таким вот тоненьким, тоненьким, тоненьким. Здесь то же самое. Смотрите. Кажется, что этих клеток совсем чуть-чуть. Между тем их 28 штук. А цента, который выглядит таким вот удивительно массивным, это 36. Разница между числами 28 и 36, это не такая уж и большая. То есть, граница получается довольно большой. Следующее. Ранним утром на рыбалку улыбающийся Игорь мчался босиком. Сколько осмысленных предложений можно составить, вычеркивая некоторые слова этого предложения? Давайте я напишу. Ранним утром на рыбалку улыбающийся Игорь мчался. Босиком. Так, тут в скобочках написано. Во все предложения обязательно должны входить подлежащие Игорь и сказуемые мчался. Ну, на вместе с на рыбалку. То есть, конечно, отдельно бывает, да? Вот. Итак, это обязательно есть. Это входит. Слово мчался тоже обязательно присутствует. А вот дальше подумайте. Сколько вариантов. Может быть, просто Игорь мчался. Может быть, Игорь мчался босиком. Может быть, утром улыбающийся Игорь мчался. И так далее. Не хочу перебирать все эти предложения. Сначала надо рассмотреть слова раннего утром. Скоро, 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 ребят. Я категорически против слова «надо». Вы никому ничего не должны. Можно. Я рассмотрю. Да. Сначала я рассмотрю слова «ранним утром». Понятно, что если мы вычеркиваем слово «утром», то надо вычеркнуть слово «ранним». Иначе предложение не будет осмыслено. Значит, с этими словами может быть три варианты. Либо мы можем оставить оба слова, либо не оставлять ни одного, либо оставить только слово «утром». Далее. Каждое из слов «на рыбалку», которое мы считаем как одно слово, «улыбающийся и мчался» мы можем либо... Не мчался, босиком. Босиком. Можем либо оставлять, либо не оставлять. То есть два варианта. Три на два на два на два, два в четыре. Действительно, здесь либо ничего, либо утром, либо ранним утром. Три варианта. Здесь либо ничего, либо на рыбалку. Либо ничего, либо улыбающийся. Либо ничего, либо босиком. Трижды, дважды, дважды, два. Двадцать четыре. Так. Следующая задача. Сколькими способами можно прочитать слово «крона»? Так. Здесь я должен написать. Так. «Крона». Сколькими способами можно прочитать слово «крона»? Начиная с буквы «к». Ну, логично, что слово «крона» читается с буквы «к». И двигаясь вправо или вниз до последней буквы «а». Речь идет вот о таких маршрутах. «Крона» или «крона» или «крона». Сколько такого типа маршрутов? Конечно, опять можно взять и просто все картинки нарисовать, выписать. Но это неинтересно. Гораздо лучше именно решить задачу. Для того, чтобы прочитать слово «крона», мы должны сделать четыре движения. Каждый раз мы можем двигаться либо вниз, либо вправо. То есть у нас еще два варианта для первого движения, два варианта для второго и так далее. Значит, всего получается два в четвертой степени шестнадцать вариантов. Молодец, украинец. Между прочим, ребята, я могу не даже подробно эту задачу рассказать. Давайте длинное, скучное решение. Вместо букв поставим точки. Сколько у нас тогда будет по вертикали точек? Пять штук. И по горизонтали будет точек пять штук. Правильно? Вот. Имеется в виду, что... Так, тричь. Да. Имеется в виду, что это буква К, вот это вот буквы Р, это буквы О, это Н, это А. Теперь смотрите, как выглядит путь. Мы начинаем отсюда, идем вверх, вниз, К, Р, О, на А, что-нибудь такое. Так вот, давайте в каждой точке напишем, сколькими способами можно в нее попасть, начав отсюда. Ну, из нее, в самом, может быть, единственным способом. По горизонтали везде способ единственный. По вертикали то же самое, можно только спускаться по вертикали. А вот сюда можно попасть двумя способами. Можно так, можно так. Сюда, очевидно, тремя. Можно так, можно так, можно так. Все помнят, как называется картинка? Треугольник Паскаля. Правильно. Совершенно верно. Треугольник Паскаля. И задача, которую мы только что решили, это задача о том, что сумма чисел верной строки треугольника Паскаля это 2 в степени n. Ну, действительно, каждый раз мы принимаем решение идти дальше горизонтально или вертикально. Принимаем один из двух вариантов. И, соответственно, у нас все получается. Так, теперь пункт B. той же самой задачи, то же самое, только сложнее. Корень. Вот такая картинка. Сколькими способами, начав с буквы К, можно попасть в мягкий знак? Тут, в общем, сложнее, потому что, когда вы начинаете с этой буквы К, вариантов два, а когда с этой, вариант всего один. ее можно решить тем же самым способом с треугольником Паскаля. только в данном случае мы будем рассматривать, я буду рассматривать то, я буду рассматривать пусть в обратном направлении. можно начинать с мягкого знака. Слово сказано. Начинать с мягкого знака. Смотрите, здесь идешь вверх или налево. Попал в буква Н, опять идешь либо налево, либо вверх. Попал в буква Е, налево или вверх. Попал в буква Р, из любой буквы Р можно пойти, или налево или вверх. Из любой буквы О можно пойти. Значит, сколько надо принять решений? В этом, в этом, в этом, в этом и в этом месте. Всего два в пятой степени. Это сколько? 32. Отлично. 32 варианта. 762 задача. В нашем распоряжении три разных флага. На флагштоке поднимается сигнал, состоящий не менее, чем из двух флагов. Сколько различных сигналов можно поднять, если порядок флагов в сигнале учитывается? Если у нас всего три цвета, ну, скажем, белый, голубой, красный. Три цвета. Да, пожалуйста. Сначала рассмотрим тот случай, когда поднимают два флага. Разумеется, если не учитывать порядок, то два флага можно поднять только тремя способами, так как не поднимается только один флаг, который может быть любым из трех. Если поднимаем два флага и не учитываем порядок, то три варианта, а если учитываем, то варианты дважды больше, то есть шесть. Отлично. А если поднимаем три флага? Разумеется, в данном случае, если не учитывать порядок, то будет только одно решение, то будет только одна комбинация, а если же учитывать, то комбинация будет, возможно, шесть. первым флагом может быть любой из трех, второй – любой из оставшихся двух, а третий может быть только тот, который и остался. Значит, шесть плюс шесть. Шесть плюс шесть. Должно получиться у нас. Спасибо. Сколько разных чисел можно получить, переставляя цифры в следующих чисел. Тут несколько пунктов. Пункт А совсем простой. 133. Пункт В – 9854. Следующий – 3213. Потом – 98551. И последний пункт этой задачи – 32123. Представьте себе, что у вас цифры написаны на карточках, и вы просто их переставляете. Здесь получается то же самое, что Гэм расставляет флаги. Получается, что первым может поставить 30… Да, и без этих флагов все очевидно. Скажите, просто ответ. Первым – шесть. Неверно. Первым – пять. О, ужас. Три. А больше угодно? Так как вторые две цифры у нас одинаковые, – получается, что первые цифры может быть либо один, либо три. Потому что вторая тройка – 3 и 3 – это то и то же. То бишь, первые цифры может быть либо один, либо три. В первом случае, допустим, один. 133 у нас первый случай идет. Значит, второй случай у нас идет с цифрой 3. А после цифры 3 может идти только два числа. Либо один, либо три. Напишите, это 313 и 331. Спасибо. Если у нас дано число 133, то единица может стоять на первом, втором или третьем месте. Или другой вариант, ребята. Есть всего шесть перестановок на трех элементах, но за счет того, что эти две цифры одинаковые, ответ получается делением шести по полам. Ответ будет 3. Так, кто нам это объяснит? У нас всего первую цифру, у нас всего в 4 цифры мы можем поставить. 9 и 3 остальных. Со вторым то же самое. То есть мы должны 9 умножить на 9. Но не 9 все-таки. 9 умножить... И где 9? 4 умножить... 4. Это правильно. На первое место любая вот эта неверная. Да. для первой цифры есть 4 варианта, куда ее поставить. Для второй цифры имеется 3 варианта, куда ее можно поставить. Для третьей цифры имеется 2 варианта. Для четвертой один вариант. 4 на 3 на 2. Пеканец? Это 24. Это 4 повторяло. Отлично. Кто это пойдет? Или вы знаете? Да. Здесь, поскольку две цифры повторяются, это либо 24 разделить на 2, либо это 3 цифра. 3 на 2. Чего? 24 на 2 я понял. 24 на 2 я действительно понял. 12 вариантов. А как по-другому вы хотели объяснить? Нет. Вот это хорошо. Нет, ребята, все, спасибо. Самый простой способ такой. Вообразите себе, что вот эта вот тройка взяла и превратилась в огромную, не знаю, как ее написать, вот такую вот, совершенно залихватскую тройку. Тогда все 4 цифры стали разными. Ответ стал такой же, как в предыдущей задаче, когда все 4 цифры были разные. А после этого тройка прекратила значит, сдулась, стала нормальной тройкой. Конечно, надо делить на 2, потому что, когда она превратится в обычную троечку, то их будет невозможно различить и значит в 2 раза меньше. Хорошо. Здесь какой ответ? 5 факториалов. Конечно, 5 факториалов. 5 факториалов. Это 24 умножить на 5, 120. 120. Молодцы. А здесь сколько? 30. 30. Почему? Ну, потому что здесь то же самое 120, но у нас и 3, 3 повторяется, и 2 повторяется. Молодец. Все правильно. Уже 30. Решение то же самое. Представьте себе, что двоечка стала вот такой и тройка. То же самое вдруг. Вот. Тогда все 5 цифр стали разными и ответ стал равен 120. После этого мания величия у них прошла. Стали нормальные цифры. Обычная двойка и тройка. и значит нужно делить на 2 и еще раз на 2. Получится ответ 30. Так. Ребята, мне кажется, что с этим абсолютно понятно. Скажите, пожалуйста, какое самое длинное слово вы знаете? Да? Рентгеноэлектрокардиографический. 32 буквы. Так. Поехали. Ре- на- т. Гено. Гено. Электро. Электро. Кардио. Кардио. Графический. Кардио. Графия или графический. Он подольше. Чтобы по музыке подольше, да? Так. Это хорошо. Это хорошо. Сколько букв? Тридцать. Тридцать. в русском языке. Замечательно. Ну вот я вам могу сказать следующее. Когда я был маленький, то до такого ужаса еще не додумались. И меня пугали другим словом. меня пугали. Кстати, тоже из медицины. Наполеон. Только из психиатрии. Наполеона ненавистничества. На самом деле эти два слова друг друга стоят, хотя ваши гораздо длиннее. Давайте посмотрим мое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двенадцать, четырятёши, пятнадцать, шесть, семь, пять,twenty, девять, двадцать, 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 мое 25. Да. На целых семь букв. А, слушайте. Рентгеноэлектрокардиографичество. Ки Наполеона. М 폴� support. Как думаете, как объединить? Получит совсем рекорд. Но у меня не получилось, к сожалению, сейчас их объединить. Вот, религенно-электрокардиографические Наполеона не... Нет, они в раздельном будут писаться, к сожалению. В общем, ребята, я думаю, что человечество еще придумает слово подлиннее. В конце концов, дошло. Да, да, да. Вот, а теперь поделаем. Сколькими способами можно переставить буквы этого замечательного слова? Ответ. Такой же, между прочим, как у вас здесь. Надо взять 32 факториала, ну или, соответственно, 25 факториала. И давайте поймем, на что делить. Давайте поймем, на что делить. Наполеона ненавидничества. 25 букв. Давайте разбираться с буквами Н. Вот они. Буква Н. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Все? И еще О. Нет, стоп. О это не то. Значит, надо делить на пять факториала. Поймите, эти буквы Н между собой, как ни переставляй, слово от этого не изменится. Надо делить на пять факториалов. То же самое с буквами А. Раз. Два. Все. Значит, надо делить на двойку. То же самое, что на два факториала. Дальше. Разбираемся с буквами П. Раз. Все? Надо. Одна. Неинтересно. Разбираемся с буквами О. Раз, два, три, четыре. Отделить на четыре факториала. С буквами Л. Одна. Больше нет? Нет. А вот-вот нет. Дождите. Где? Нет-нет-нет. Буквы Е. Буквы Е. Раз. Два. Три. Значит, надо обязательно разделить на три факториала. В. Совершенно верно. Буква В. Две штуки. Значит, делим на два факториала. И. И сколько штук? Две. Две буквы И. Значит, опять делим. Ну, на два фактора. То же самое, что на два. Буквы С. Две штуки. Делим на два факториала. Д тоже самое. Две штуки. О, все. Ничем. Кончились. Ребята, может, я не буду с рентгена... Эль... 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 Что? Эль... 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 Переставить... Эль... 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 Крот. Потому что от цифр не сильно отличается. Если вы берете слово крот, то все буквы разные. Поэтому ответ 4 факториала. А у мамы 4 делить на 2 делить на 2 делить на 2. Конечно. Слово мама. 4 факториала надо разделить на 2 факториала и на 2 факториала. 24 на 4 получится ответ 6. Так. 764 задача. Сколько существует трехзначных чисел, в десятичной записи которых цифры 1, 2 и 3 встречаются ровно по одному разу? Ну, это мы уже все время много раз решали. Сколько? 3 факториала. 3 факториала, конечно. Если у нас цифры 1, 2, 3, то известнейшая вещь. Вот они. Все 6 вариантов вам. Все 6 вариантов. 3 факториала, это 6. Отлично. 765. Сколькими способами можно выложить в ряд красный, черный, синий и зеленый шарики? Другими словами, сколько есть перестановок для множества из 4 элементов? Сколько? 4 факториала. Молодцы. 766. Сколькими способами 8 человек могут встать в очередь к театральной кассе? В очередь? В очередь? Конечно. Конечно. Следующая задача такая, ну, еще легче. 100 факториал разделить на 98 факториал. Сколько будет? 2 факториала. О! 2 факториала нам говорят. Ответ не верит. Пожалуйста. 99 умножить на 100. Конечно. Молодец. Дело в том, что здесь у нас стоит произведение таких вот чисел. Всех чисел от 1 до 100. Внизу произведение таких вот чисел. Всех чисел от 1 до 98. А что это будет такое? Это 99 умножить на 100. Все понятно? Так. Следующая вещь. n факториал разделить на n-1 факториал. n. Разумеется, n. Потому что вверху произведение всех чисел от 1 до n. А внизу всех чисел от 1 до n-1. Так. Тут еще на плашке очень важное замечание. Что 0 факториал принято считать единицей. Это абсолютно разумное определение. Значит, идея такая. Смотрите. Нам хочется, чтобы была верна вот такая формула. Здесь вот произведение всех чисел от 1 до n-1. Здесь произведение всех чисел от 1 до n. Желательно, чтобы эта формула была верна всегда. Так вот. Подставим сюда вместо числа n единицу. Получится 1 факториал. Это единица умноженная на 0 факториал. Но 1 факториал мы знаем. Это единица. Соответственно, чтобы эта формула была верна, нужно, чтобы 0 факториал был равен единице. Соответственно, по определению считаем, что 0 факториал единица. Между прочим, в математике есть замечательная функция, которая называется гамма-функция Эйдера. Леонард Эйдер, человек, который половину жизни проработал в России, а половину в Германии, придумал, как расширить определение факториала на все вещественные числа. Ну, кроме, впрочем, отрицательных. То есть, минус 1 факториал, минус 2 факториал, минус 3 факториал не бывает. А вот, скажем, 1 вторая факториала бывает. И 1,7 факториала тоже бывает. Правда, это будет вовсе не целое число. И определение там достаточно сложное. Ну, а тем не менее, когда станете студентами, наверняка это узнаете, оказывается, что факториал – это очень важная функция даже для нецелых чисел. А сейчас у нас все гораздо проще. 768. Сколько существует девятизначных чисел, цифры которых расположены в порядке убывания? Давайте поймем, что это за числа. Ну, например, 987 миллионов 654 тысячи 321. Это одно такое число. Или 987 миллионов 654 тысячи 320. Я бы не хотел все выписывать. Сколько существует девятизначных чисел, цифры которых идут по убыванию? 1,7 миллионов 654 тысячи 321. Да? 10,7 миллионов 654 тысячи 321. Все легче. Ответ не верит. А отрезать ключи? Да? Просто 10. Просто 10, пожалуйста. Ну, это числа. Постепенно мы каждое число с конца. Уж если идти по системе, то как? Так, вот здесь вот у нас без нуля, здесь без единицы. Разумно было написать 310. Это здесь без двойки. Правильно? Здесь без двойки. Там же без тройки. Четверка, пятерка, четверка. Важно без чего. Верхнее число, это нужно выписать в порядке убывания все 10 цифр и не писать 0. Одну цифру не писать. Следующее, выписать все эти цифры, кроме единиц. Следующее, все кроме двойки, кроме тройки. Важно, что вот это вот без чего может быть любая цифра какая? От нуля до девяти. От нуля до девяти. А цифры от нуля до девяти, естественно, 10 штук. Кстати, давайте уж, если мы про это говорили. А представьте себе, что речь идет не о девяти значных числах, а о восьми значных числах. То есть, цифры должны идти в порядке убывания. Сколько существует чисел? 90. Объясните. Мы должны писать все цифры, кроме двух. Да. Значит, из десяти цифр две можно вычислить 90 способов. Первую можно вычислить 10 способами, и вторую можно вычислить любая из оставшихся девяти цифр. Ваш ответ 90. Да. Настаиваете ли вы на этом ответе? Да. Уверены ли вы в том, что вы настаиваете на этом ответе? Да. Абсолютно ли вы уверены в том, что вы уверены на ответе на вопрос о том, что вы уверены настаиваете на этом ответе? Да. Это с вами совсем плохо. Скажи, чтобы на все утвердительно отвечать. Просто ответ не верен, а он постует. Садись, 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 ответ не верен. Да? Может быть, 45? Не может быть, а так и есть. Давайте. Опять же, нам нужно выбрать две цифры, порядок которых нам не важен. Значит, у нас... Были про то, что если вы вычеркнули, скажем так, восьмерку и семерку, а могли вычеркнуть семерку и восьмерку. Понимаете? Без 0,1 это то же самое, что без 1,0. Поэтому ваш ответ в два раза больше настоящего. Спасибо, все правильно. Правильный ответ, конечно, 45. Выбираете любую цифру десятью способами, это вы правильно сказали. Выбираете любую вторую цифру девятью способами, но понимаете, что так и так одно и то же. Поэтому надо еще делить пополам. Правильный ответ. При приготовлении пиццы к сыру добавляют разные компоненты, обеспечивающие тот или иной вкус. В распоряжении Билла имеются... Сейчас будет кулинарная страшилка, но... Перец, лук, грибы... Просьба не использовать мою книжку, как пособие по кулинарии. Помидоры. Морковь. И анчоусы. Так. Итак, перец, лук, грибы, помидоры, морковь и анчоусы. Причем все это, по его мнению, можно добавлять к сыну. Сколько типов пиццы может приготовить Билл? Что делать? Во-первых, у нас имеется сыр, который мы обязательно уже добавим в пиццу. У нас имеется еще шесть компонентов. У нас два варианта, как бы, добавлять или не добавлять. Здесь два варианта. Здесь два варианта. Здесь два варианта. Здесь тоже два варианта. Да, замечательно. И что это надо перемножить? Все перемножим, получаем 2х6, это 64. Спасибо. Спасибо. Все, понятно. Грани куба. Можно окрасить либо все в белый цвет, либо все в черный. Это два варианта. Либо некоторые в белый, а некоторые в черный. Сколько существует разных способов окраски. Два куба считаем окрашенными различно, если их нельзя перепутать, как не вращать. Это задача о модельках куба. Если считать, что грань у нас либо целиком белая, либо целиком черная, сколько существует по существу разных, по-настоящему разных, моделей куба. Значит, смотрите. В ближайшее воскресенье состоится лингвистическая олимпиада. Она формирована для 8-11 класса, но на самом деле, поскольку там требуется только интеллект, то, в общем, там без разницы идет туда третиклассник или одиннадцатиклассник, потому что все равно там задача про какой-нибудь там болгасийский язык или про санскрит, очень про то, про что вы все равно ничего не знаете. Нам нужен только интеллект, они там все специально составляются. Про то, что она традиционная, знаете? Поднимите руку, кто знает. Тогда это вам надо, значит, ребята, записать не надо. Значит, нужно знать, каким образом... Ребята, я сейчас скажу вам вещь, которая не по математике, но которая очень важна для жизни. Вот люди бывают победители, а бывают прегравшие. Причем это, что называется, по жизни всегда так. Так, 42 года назад Успенский и, извините, еще лингвист, которого я фамилию не помню, потому что, ну, Успенский, конечно, называется, как математик, помню, а еще какой-то был хороший еще ученый лингвист, решили провести Олимпиаду по лингвистике и математике. Потому что тогда стало понятно, что лингвистика в некоторых слоях, во многом близка к математике, что там нужны математические методы, и тогда они решили, что называется, подружиться с математиками. Представьте себе, что они 42 года назад проводят первую Олимпиаду. Как они ее называют? Первая традиционная Олимпиада по лингвистике и математике. Услышали? Первая традиционная. Почему? А потому что они понимают, что они делают серьезное дело. И, между прочим, это очень важно, как женивы, если вы что-то решили делать, то вот вы если приняли решение, что-то делать, значит, это надо делать. Вне зависимости от того, там, плохо, это плохо, хорошо. Но вот, вот, что называется, решил жениться, женись. Вот такой простой принцип. Вот решил, что там надо что-то делать, значит, значит, это надо делать, и надо понимать, что это будет. Мне, в общем, в жизни пришло несколько таких, что называется, общественных инициатив пришлось делать. Я уверяю вас, что это очень важно. Когда вы начинаете какое-то дело, то, ну, разумеется, желательно немножко подумать перед тем, как это начинать, но крайне важно, что-то всем окружающим объяснить, причем, в первую очередь, себе, что это дело, оно состоится. В тот момент, когда вы поняли, что оно состоится, то, собственно, он уже, вот, пример. Есть такой Сергей Иванович Токарев, который, там, пару лет назад захотел делать турнир. Он в свое время, когда был молодой, придумал турнир имени Савина, математических боев, которые теперь каждый год проходят в Костроме, туда был командованный приезжать, да? И вот он подумал, а не провести ли его еще в другом месте, потому что, конечно, желающий команд большой, хотелось бы его расширить. И дальше, внимание, что он стал делать? Он стал обзванивать своих разных знакомых, говоря им, у меня есть идея провести турнир еще и в другом месте. Давайте обсудим, а не провести ли его, а какие команды туда могли бы приехать. Как только он стал так говорить, я сразу понял, ничего не будет. Понятно почему? Потому что, когда вы обращаетесь к кому-то, то человеку крайне важна определенность. Если бы он сказал простую вещь, я буду тогда-то, там-то проводить, то каждый человек для себя бы подумал, принял решение, может он туда приехать, не может. Обязательно бы кто-то приехал, и дело бы пошло. Но как только он ставит вопрос, я то ли буду, то ли не буду, то даже те, кто могли бы приехать, оказываются в довольно неприятной ситуации. Потому что они заложатся на то, что они к нему поедут. А вдруг он его проводить не будет. И получится, что, понимаете, да? И все, и дело не состоялось. Точно так же. Вот есть такой турнир городов. Можете походить здесь по коридорам, тут висит его реклама, да? Несколько лет, ну, шесть-несколько. Дело было в 1882 году. Шесть-несколько. В общем, да, уже 28 лет назад, да? Вот. Организаторов Всесоюзной Математической Олимпиады выгнали из собственной аккорды, той самой Олимпиады, которую они сделали. Вот. Эти люди остались в редакции журнала «Квант». Оттуда их не могли выгнать просто потому, что кому-то же надо писать статьи. И вот там, и вот. Но из оргкомитета Всесоюзной Олимпиады их выгнали. Нормальное дело, чиновники увидели, что дело развивается, почему бы сами не возглавить. Вот. И тогда люди сказали следующее. Мы организуем, ну, в первую очередь, это был Глава Борисович Васильев, в качестве такого организационного человека, собственно, по сей день он сохранился. Он не математик, но он человек, который умеет, что умеет бумажки перекладывать, договариваться и так далее. Вы знаете, Николай Николаевич Константинов, важный организатор. Задачи он не придумывал. Там сам человек, который очень хорошо умеет договариваться, знакомит идеи с догмом и так далее. И без такой вот организаторской работы, в общем, тоже в жизни трудно. Так вот, и они решили, мы проведем, внимание, международный сегодня них городов. Смотрите, людей выгнали из Алимпи, да? Они объявляют, а мы проведем международный. Каким образом вы проведете? А очень просто. Мы объявим, что у нас есть задачи, разошлем их условия, всем, кто попросит. Они их решат, пришлют нам по почте, мы проверим, вот и будет Олимпиада. Казалось бы, странная вещь, да? Потому что, если людей выгнали, казалось бы, они должны плакать, а тем не менее, в первый год вся его международность выражалась в том, что они собрали десятых или два десятка школьников в одном классе в Москве, еще столько же было в каком-то классе, тогда это называлось Ленинград, вот, и у них, значит, был из Латвии один из составителей задачи. То есть, они дали свои задачки и включили одну задачу человека из Латвии. В этом была вся международность. Но поскольку они себя назвали международным турниром городов, ну, и если честно, поскольку все-таки Василий был великий автор задач, и там еще было, в общем, немало людей очень талантливых, которые действительно, ну, и по сей день там есть замечательные люди, которые составляют задачи, то получилось Ленинград. И сейчас, кстати, очень советую купить книжку, не помню, как это называется, «Тысяча задач труднерых городов». Да, там есть. Шти Пайпер. Замечательная книжка. То есть, их работа, вот там, почти трехвадцатилетняя, привела к тому, что это существует, действительно очень такая, что называется, престижная, замечательная олимпиада, и так далее, и так далее. Если бы они в тот момент сказали, может быть, мы проведем, а может быть, не проведем, подумаем, обсудим, ничего бы не было. Так, ладно, про кубик. Грани куба можно окрасить либо все в белый цвет, либо все в черный, либо некоторые в белый, а некоторые в черный. Сколько существует разных способов окраски? Два куба считаем окрашенными различно. Если их нельзя перепутать, как не вращать. Задача легчайшая, задача для самых маленьких. О чем же вы сейчас думаете, ребята? Сколько у куба может быть черных граней? От нуля до шести. Не нравится. Мне кажется, всего девять способов раскраски куба. Нет, два же не ответа на решение. Ну, хотя мы можем сказать, сколько у нас сейчас, с того, что посчитаем, сколько у нас все белые грани. У нас есть семь способов. Не у нас, а у куба. У куба есть семь ряд. Имеется ноль, одну, две, три, четыре, пять, или шесть белых грани. Отлично. Итак, грани бывают белые и черные. Правильно? Грани белых. Ноль, одна, две, три, четыре, пять, или шесть. Так, соответственно, черных граней. Сколько? Одно. А теперь нужно для каждого из этих вариантов сообразить сколько способов. Здесь у нас один способ. Для черных граней. Да. Здесь у нас тоже не сколько. У нас сегодня белая грань, она любая. У нас две грани, два способа. Эти двигательцы прокатаются или нет? Молодец. Когда две грани белые, то либо они расположены напротив, либо у них общее ребро. А где у нас три грани, есть два способа. Либо они все соединятся в одной точке, то есть вершины. Есть вершина, которая вершина общая для всех, для всех. Такой угол. Либо Либо они стоят на грани. Ну, как-то верхняя и нижняя и одна из. Скобка такая. То есть одна грани, который либо они вот так вот все три. Согласен. А вот дальше очень важно. А вот дальше очень важно. А вот дальше очень важные вещи. Обратите внимание, ребята. дело в том, когда вы решили задачу достучать двух белых грани, там можно писать две черные грани, да, одна черная грани, понятно. Всего лишь одна грани. И всего один способ. Спасибо. А у всего девять способов. Ну, я бы не сказал, что это. Девять. Десять. Десять. Спасибо. Надо сложить числа. Один, один, два, 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 один, один. Теперь шириной прямоугольника называем длину наименьшей из его сторон. Шириной квадрата называем длину любой из его сторон. Между прочим, это не только для прямоугольника, у любой диаметрической фигуры можно рассмотреть то, что называется ширина по направлению, а именно, если у нас дано направление, то провести две параллельные прямые ближайшие друг к дружке и взять вот это расстояние. Это называется ширина по направлению. Наименьшая из ширин по направлению называется ширина фигуры. Так что действительно у прямоугольника шириной является длина наименьшей из его сторон. Задача. Сколькими способами из шахматной доски можно вырезать прямоугольник шириной 3, если разрезы должны идти только по границам клеток. Сколькими способами из шахматной доски можно вырезать прямоугольник ширины 3. Если разрезы только по границам. Вот смотрите, шахматную доску я сейчас нарисую. но все прямоугольники ширины 3 я не хотел бы вырисовывать. Лучше как-нибудь посчитать их количество. давайте я нарисую типичный прямоугольник ширины 3. Вот он. Размера 3х4. Наименьшая сторона у него длины 3 вполне прямоугольник ширины 3. Подсказка. Прямоугольник бывает так. Либо квадрат давайте их количество отдельно посчитаем. Либо прямоугольник который в этом направлении 3 а в другом направлении больше. Либо прямоугольник который в этом направлении 3 а в другом направлении больше. И все получится. Давайте. Сколько квадратов размером 3 на 3? 1 на 3. А? 36. Почему? Потому что есть... Покажи, покажи. Все правильно. Если мы берем квадрат 3 на 3, то получается, что если мы считаем вот эти клетки, то мы берем вот эти клетки. У квадрата есть левый нижний угол. Правильно? Вы правильно с этим сказать? Все правильно? Да, спасибо. Смотрите. Если мы берем левый нижний угол вот здесь, то квадрат 3 на 3 такой. Передвигаем его сюда, квадрат 3 на 3 такой. Передвигаем сюда, вот он квадрат 3 на 3. Ставим его сюда, вот такой квадрат 3 на 3. Ставим сюда, такой квадрат 3 на 3. Дальше уже нельзя. Правильно? Значит, вы должны сообразить, сколько существует узлов вот такого типа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть в этом направлении. Раз, два, три, четыре, пять, шесть в таком. То есть, если здесь один из шести вариантов, то здесь один из шести вариантов. То есть, всего 36. Согласны? Точек, которые я сейчас ставлю, их очевидно 36 штук. Ну, если кто не верит, пальцы перечитайте. Вообще-то, шесть на шесть надо уже знать. Все, 36. То есть, это левый нижний угол, и от любой такой точки однозначно рисуется квадрат 3 на 3. Все. Итак, шесть умножить на шесть, это 36 вариантов. Теперь плюс. Потом мы берем прямоугольник 3 на 4. Здесь он по такому же способу. Получается, что шесть умножаем не на шесть, а шесть умножаем на пять. Давайте посмотрим, какие там еще бывают. Давайте поднимемся. Бывает 3 на 3, их столько. Так, бывает 3 на 4. Что такое 3 на 4? Это прямоугольники вот такие, правильно? Да. 3 так и 4 так. Сколько места для левого нижнего угла? Сколько места? Три. Шесть на пять. Тридцать. Тридцать. Это еще умножаем на два, поскольку... Да, 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 молодец. Потому что еще бывает 4 на 3, поэтому надо не забыть это умножить на два. Хорошо. А 3 на 5, это будет что? 2 умножить на 6 умножить на 4. Так, 2 на 6 на 4. Так, и 5 на 3, да? То же самое. Так, дальше 3 на 6. Потом 2 умножить на 6 умножить на 3. 2 на 6 на 3. Так, 2 это вот для того же самого, да? Потом надо 2 умножить на 6 умножить на 2. 2 умножить на 6 и на 2 это для 3 на 7 3 на 7 и 7 на 3 2 умножить на 6 7 нам нужно 1 для единообразия для того, чтобы не запутаться это 3 на 8 и 8 на 3 замечательно ребята, если честно, я даже считаю потому что в таком виде формула согласитесь, абсолютно понятно но, конечно, ради вас что я тут не сделаю это получается 36 плюс 12 умноженное на сумму чисел 5, 4, 3, 2, 1 так, чему равна сумма первых 5 на 3 15 15 15 надо умножить на 12 180 прибавить 36 получается 26 получается 26 интересно интересно вопрос сколько существует трехзначных чисел в записи которых ровно одна цифра 5 сколько существует трехзначных чисел трехзначных трехзначных чисел в которых ровно одна пятерка трехзначных вот три места пятерка можно сказать тут или тут давайте спокойно все эти три варианта рассмотрим значит, бывает пятерка на самом первом месте бывает на среднем и возможно на последнем давайте заполучить сколько таких неверно 9 и 9 это что может быть 9 на втором месте то есть в разряде десятков любая из цифр кроме пятерки то есть 9 вариантов и в разряде единиц тоже любая то есть 9 вариантов равно 81 равно 81 что? ну это тоже может быть но это может быть именно поэтому и 9 все кроме пятерок молодец а в разряде единиц любая цифра кроме пятерки 8 умножить на 9 это 72 так и наконец тут тоже 8 умножить на 9 да? совершенно верно первая цифра не бывает нулем поэтому 8 вариантов 73 осталось сложить числа 81 72 и 72 72 и 72 совсем не уходит это 100 шорст 4 и к 81 надо прибавить 144 получится сколько 21 225 225 225 отлично 225 225 спасибо все правильно сколько существует шестизначных чисел в десятичной записи которых есть хотя бы одна четная цифра и тут написано книжечной подсказкой сначала найдите количество шестизначных чисел у которых все цифры не четные то есть да конечно 0 2 4 6 8 четное число то которое без остатка делится на двойку 0 на двойку делится потому что 0 разделить на 2 это 0 целое число сколько существует шестизначных чисел вы слышите а сколько вообще шестизначных чисел вот если все это про четные и нечетные цифры убрать сколько в принципе на свете шестизначных чисел да 9 10 на 10 сколько штук 900 тысяч 900 тысяч конечно шестизначных чисел 900 тысяч объясняю почему самое большое шестизначное число это 999 999 самое большое пятизначное это 99 999 берем фразность получаем как раз то что что которое мы написали или можно по другому в духе нашего сегодняшнего занятия шестизначное число ведь как устроено у него шесть цифр первая цифра как правильно нам Нина сказала это любая из девяти цифр то есть любая цифра кроме нуля а каждая следующая это любая цифра значит 900 тысяч это на самом деле 9 умножить на 10 на 10 на 10 на 10 и еще раз на 10 отлично так вот чтобы решить нашу задачу напоминаю что это задача найти количество шестизначных чисел в которых есть хотя бы одна четная цифра надо из 900 тысяч вычесть количество тех чисел в которых все цифры нечетны это 5 в 6 степени молодец это действительно 5 в 6 степени потому что нечетных цифров 5 да 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 совершенно верно на сеть это 5 в 6 5 в 6 это здесь любой из 5 вариантов 1 3 5 7 9 здесь 1 3 5 7 9 на каждом месте любой из 5 вариантов так и что такое 5 в 6 это 5 в кубе умножить на 5 в кубе то есть 125 умножить на 125 надеюсь все знают правило как это 25 написать в конце так и 12 на 13 это 12 на 12 144 да еще 12 156 слушайте слушайте ребята удивительный эффект получился оказывается вычитать нужно совсем маленькое число с какие-то 15 небольшим тысяч всего чисел 900 тысяч а мы вычитаем 15625 значит почти во всех числах имеется четная цифра почти во всех имеется четная цифра так число задачи 774 каких чисел больше среди первого миллиона в записи которых есть цифра 7 или в записи которых ее нет на ту же самую тему на ту же самую тему задачи каких чисел среди первого миллиона больше тех где есть семерка или тех где ее нет лучше всего для этого посчитать так только ребята вот что как числа как выглядят числа первого миллиона значит 1 2 3 и так далее в конце миллион у меня есть предложение давайте число миллион мы посчитаем отдельно это такое одно особое число миллион между прочим в нем нет семенок а все остальные числа запишем может быть кто-нибудь из вас видел иногда так в автобусах хотя кто сейчас автобусы в Москве видит билетики были ну я понимаю где-то остались просто в свое время были такие стандартные билеты в автобусах они были шестизначные и начинались с 00001 кстати с тех пор остались так называемые задачи счастливых билетов может быть кто-нибудь видел в книжках просто действительно в старое время были такие ленты билетов и они были именно шестизначные так и вот начиная с 00001 00002 00003 и так далее вплоть до 999 999 вот таких чисел 999 999 сколько существует чисел в записи которых нет цифры 7 значит от 00001 вплоть до кстати я придумал а давайте я этот миллион сюда напишу только напишу я его вот так вот и про единицу забуду тогда вообще все замечательно получается у меня вот таких чисел получается ровно миллион штук дело в том что единица на которую начинать ее же все равно это все на 7 поэтому она все равно интересует да получилось совсем замечательно начинаем с числа из всех нулей заканчиваем на число из всех девятых и вопрос очень простой сколько среди таких чисел тех где нет семерки 9 в 6 степени абсолютно верно объясните сходите первой может быть любая цифра кроме 7 то есть любая из 9 оставшихся цифр второй тоже и так далее до 6 значит количество всех чисел в которых нет семерки 9 на 9 на 9 на 9 и так далее 9 в 6 степени все поняли на первом месте любая из 9 на втором любая либо не семерка спасибо а теперь для того чтобы решить задачу мы должны сделать очень простую вещь вычислить 9 в 6 степени давайте подумаем что такое 9 в квадрате 81 9 в кубе это 729 значит надо 729 взвести в квадрат наверное справлюсь 729 умножу на 729 на 2 умножаю и наконец на 7 теперь все складываю 531 тысяча значит без семерок 531 тысяча 441 1 ну чуть-чуть больше половины чуть-чуть больше половины чисел без семерок а с семерками значит чуть-чуть меньше однако если бы я взял числа не шестизначные а с большим количеством знаков то понятно что в какой-то момент эффект был бы наоборот смысл здесь такой что 9 получается что 9 в шестой если разделить на 10 в шестой это чуть-чуть больше одной второй а вот если дальше увеличивать показатель степени давайте подумаем значит эффект такой что если здесь ставить большую большую число то 9 десятых в этой степени будет уже маленьким хорошо 775 на окружности даны 1987 точек одна из них выделена рассмотрим всевозможные выпуклые многоугольники с вершинами в этих точках каких многоугольников больше тех которые имеют в своем составе выделенную точку или тех которые ее не содержат не попытались решать задачу очень важная вещь многие из вас в принципе не попытались решать то есть когда что измолчание в мыслях нет подумать вы сразу начинаете чесаться крякать щелкать все что угодно лишь бы себя чем-то занять это же вещь не случайная то что вы не можете удержаться это же привычка из школы вы в принципе никогда не думаете вы ждете когда вам скажут понимаете большинство людей никогда в жизни ни о чем не думали они всегда только слушались начальство это очень грустно когда люди никогда в жизни не принимали никаких решений мне сказали я пошел а почему это так а потому что мне сказали когда я написал то там возникла потребность иметь статьи о разных ученых по истории математики я пришел в кабинет истории математики Мехмата спросил что вот давайте статьи пожалуйста напишите да 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 пожалуйста написали несколько статей я сажусь смотрю там написано некоторое утверждение прихожу спрашиваю а почему как почему у нас так принято считать про другую фразу хорошо а вот как почему как это доказать а у нас это заведующая знает ну хорошо заведующая знает но она же она в тот момент была очень старая болела к ней нельзя было просто по медицинским соображениям обращаться ну хорошо а кроме нее и вообще она откуда это знает а мы не знаем вдруг выяснилось что они там абсолютно привыкли полагаться на авторитет и про что не спросишь причем про самые простые вещи ответ один и тот же а у нас авторитетные люди так принялись так считают кто авторитетные люди у нас так считается имеется на окружности 1987 точек одна из них выделена каких многоугольников больше с участием этой точки или без этой точки вообще-то я могу даже узнать на сколько больше даже очень так многоугольников да молодец почему потому что рассмотрим скользко тех вариантов значит могут быть у тех будет вариантов 1995 многоугольников многоугольников нет и гораздо больше вы не учитываете такую вещь что мы можем выбрать несколько точек скажем эту 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 и эту нет 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 очень много на самом деле многоугольников садитесь другое дело что можно посчитать и количество многоугольников тоже не проблема представьте себе что у нас есть какой то многоугольник без этой точки вот например такой как можно из него легко получить многоугольник с этой точки конечно взять и прибавить и получится вот такой большой многоугольник разве нет причем к любому без этой точки можно он ее прибавит и получится внутри с этой точки а теперь смотрите пусть у нас есть ну например вот такой многоугольник с этой точкой треугольника что происходит когда мы ее выбрасываем отрезок получается совершенно верно значит с этой точкой больше причем я даже знаю на сколько на столько сколько существует отрезков поняли в которых это точка а сколько отрезков 1986 это любой границ отрезков выбирается столькими способами умножить на 1985 и пополам поняли вот настолько на число сочетаний из 1986 по 2 у нас многоугольников с участием этой точки больше чем многоугольников без этой точки вот ну и давайте напоследок я объясню как можно узнать сколько существует ну например сколько существует многоугольников с участием этой точки идея идея очень простая ребят мы говорим что эта точка взята после этого надо из остальных точек взять выбрать хотя бы идея смотрите по любую точку надо принять решение она выбрана или она не выбрана таких способов 2 степени но нам не годятся способы когда ни одна точка не выбрана такой способ единственный и нам не годятся способы когда только одна точка потому что отрезок это все-таки слишком мало значит 1986 тоже надо вычесть вот вам и ответ столько существует многоугольников когда эта точка выбрана идея поняли все давайте на сегодня остановимся это не